Подцепи вот так, закрути ее, а потом как-то ее выложишь. Оленя. Ну и как ты это? Ну как-то вот эта занавеска зацепи вот так. Давай я в руки ее возьму. А ты не схватишь ее, она убежит. Как убежит? Ну не схватишь ее в жизни. Дай тряпку. Я тебе полотенце дала в руки. Где она? Ну я тебе в руки дала полотенце. Ну нету полотенца. Ну я же тебе дала в руки, на. Чтобы ее не побежи. Зацепи ее как-то. Как занавеска, запутай ее. Да как занавеска? Да так она упадет. Идем высыпать. Смотри какая она хорошая. Маленькая такая, холесенькая. Ой, идите, малышенькая. Ой, как-то. Да. Все, ну подняла? Да. Майсенька такая, вот дотная, господи. Это ж она-то оттуда приперла себе. Ну да. Капец. Тут вкусно, ты тут мохито пьешь этот, с этими, с окорочками. Какая-то межая. Ну так. Да. Так, вторая жизнь. Все вы знаете, вот эта фигня такая. Пластиковые трубы, которые водопроводные. Бывают, остаются огрызки и можно их, типа с них, этот, делать какие-нибудь там подставки для цветов. Ну, сейчас не в этом речь. Я сейчас расскажу то, что вообще мне за это надо дать Нобелевскую премию. Может запатентовать его и кучей денег зарабатывать. А я с вами делюсь бесплатно. Это мой собственный лайфхак, как его использовать на даче. А использовать его можно для того, чтобы перевозить в ведрах этот, как его, виноград, персики, в несколько слоев. Вот я вам объясняю. Вот вы наложили виноград, да, вот в ведро. Ну, это ведро лучше использовать дырявое, которое там, это да. А лучше и не дырявое. Но если дырявое, то ведро не выбрасывать, а можно перевозить в них всякие там фрукты, ягоды. Вот уложили, допустим. А если я сейчас насыплю сверху, то оно придавится и расквецается, вот это раздавится. Но вот эта штука, она очень хорошо гнется. Вот видите, и так разный диаметр. То есть, что мы делаем? Мы берем, сворачиваем его в кольцо и ложим сюда, в ведро. И оно, смотрите, до нужного диаметра мы его опускаем и оно сжимается. Так, чтобы, как бы, сохранить нижний слой винограда. А потом любую фигню. Или берем крышку какую-то от маленьких ведерок. А где, кстати, от этого ведра крышка? От маленького, помытого. Или можно даже картонку взять и вырезать из них кругляши. Вот, допустим, вот видите, от маленьких этих. Так вот, допустим, вы положите его. Видите, оно тут упадет и нифига не ляжет. А, допустим, вот сюда положили и все. Ну, это, если бы оно ниже, то она бы улегла. Ну, вот, допустим, вот обрезок крышки. Вот так уложили и все. То есть, если надо ниже, ниже опустили. Вы можете даже, если взять такой еще кругляш, две штуки, то можно сделать вообще трехэтажное ведро и там персики уложить, ягоды или еще всякую-то фигню. Потом вот уложите сюда какую-нибудь. Не обязательно пластик. Можно просто вырезать из картона. И дальше укладывайте. Сейчас я вам покажу. Если бы вы просто вот бы положили, да? Вот видите, оно вот как бы стопорится, но если вы когда прикладываете, видите, оно переворачивается. И неудобно. То есть, может упасть ягоды, отсюда насыпаться, отсюда отсыпаться, и оно все раздавится. А когда вот эта фигня круглая, видите, оно жестко, уже никуда не уйдет. И спокойно вот так ложите, и оно в следующий этаж можно положить. Вот такая офигенная идея, как использовать трубку для того, чтобы делать многоэтажные, ведра, несколько секционные, чтоб не давились друг на друга. То есть, у меня сейчас нету настроения и желания вырезать картонку, но поверьте, если вы сюда положите жесткую картонку, оно не будет сюда продавливать, а хорошо вот так уляжется. Вот. Вот все. Вот. А теперь что мы идем? Идем теперь следующий виноград рвать. Идем, ну допустим, вот видите, чтобы не путать сорта. Один сорт, второй сорт. Ох я! Ну это все один сорт, а там другой сорт. И идем мы укладываем сверху виноград. Все. Видите, они не смешиваются и не давят друг друга. Всем всего хорошего. С вами был я и моя супер идея, как использовать пластиковые водопроводные трубы, вернее их огрызки.